МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...вытеснить ВСУ из занятых ими населенных пунктов Курской области. США и Великобритания близки к снятию запрета на применение переданных ими Украине ракет по объектам в глубине российской территории. Умер журналист, историк и общественный деятель Николай Сванидзе. Также сегодня... То, что это нужно писателям, то, что нужно издателям, большой отклик показывает, что да, нам это нужно. Теперь мы хотим увидеть, насколько это нужно читателям. В Праге открывается ярмарка русской литературы, изданной за пределами России. Российские войска предприняли попытку контрнаступления в Курской области и смогли вернуть контроль над несколькими населенными пунктами, захваченными ВСУ в августе этого года. Об этом сообщают украинский аналитический проект Дип Стейт, военный аналитик Роб Ли, российские провоенные блогеры Рыбари-2 майора. По данным Дип Стейт, российские подразделения перебросили технику через реку Сейм и другие более мелкие реки. Аналитики также зафиксировали движение бронированной колонны из оставленного ранее ВСУ Коренева в направлении села Снагость. В самом населенном пункте завязались бои. Телеграм-канал 2 майора сообщает, что штурмовые действия с российской стороны ведут подразделения 51-го парашютно-десантного полка и 155-й бригады морской пехоты, которых поддерживает артиллерия и авиация. Украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, спустя почти два с половиной года после российского полномасштабного вторжения в Украину. ВСУ заявляют о контроле над десятками населенных пунктов, включая райцентр Суджа. Вот как нынешнюю ситуацию оценивает секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины полковник ВСУ Роман Костенко. Те или иные выходы из населенных пунктов в был захват, должны комментировать непосредственно генеральный штаб. То, что российская армия пыталась прорваться на некоторых участках фронта, и там они где-то получили отпор, где-то у них были незначительные прорывы, это факт, это боевые действия, и сейчас украинские войска занимаются тем, что пытаются вытеснить противника с той территории, куда они зашли. Насколько я знаю, там был как рейд российских войск, куда они зашли, имея какую-то технику, танки и боевые машины, ну рейд мы это называем, и у них был некоторый успех, потом им нанесли удар, и они отошли. И сейчас полной информации нет, но есть информация про то, что некоторые населенные пункты они еще держат под контролем. По моей информации, инициатива остается за нашими войсками. Уже не таких темпов, конечно, продвижения нет, как они были в начале. Сейчас где-то наши войска закрепляются, где-то идут небольшое продвижение, а где-то войска занимаются тем, что пытаются локализировать прорывы небольших этих российских групперов. Узкое направление, там где россияне пытались прорваться, там небольшое направление, поэтому у нас есть левый фланг, правый фланг, центр, есть направление к речке 7, там, где сейчас мосты были перебиты, где находится группировка российская. Поэтому там сейчас идут боевые действия по всей этой линии. Где-то активнее, где-то не так активно, но боевые действия продолжаются. Россияне пытаются навести понтоны и как-то снабжать. Сейчас еще у них нет возможности полноценно снабжать войска, но тем не менее, войска, находясь в оперативном окружении, они еще имеют возможность доставлять им те или иные средства, для того, чтобы войска могли держать фронт, так его назовем. Поэтому там полного окружения еще нет, но тем не менее, войска в очень плохом положении. Мы сейчас своими средствами наносим поражение, насколько мы можем, теми же дронами равными, реактивными или обычными по территории Российской Федерации, плюс глубина Курской области и других областей нам позволяет ракеты «Хаймарс», которые там до 100 километров могут бить, и это уже плюс, которым мы наносим серьезные удары, тоже по резервам противника. Конечно, это даст нам немного больше возможностей, именно когда мы сможем в глубину до 300 километров наносить удары именно атаканцам. Я думаю, это вопрос времени, и думаю, что разрешено будет не только атаканцам до 300 километров. Мы надеемся, что речь будет уже идти о более дальнебойных ракетах, потому что на таком фронте, как есть, 300 километров, уже хорошая оперативная глубина, но она не решит всех вопросов в войне с Российской Федерацией. Плюс у нас своя ракетная программа работает. Я надеюсь, там в ближайшее время мы увидим ее результаты и, скажем так, не атаканцами едиными. Это был секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины полковник Роман Костенко. Как вы только что слышали, Костенко считает, что снятие запрета на применение украинскими войсками, переданных им ракет дальнего радиуса действия западного производства по целям в России, не станет гарантией победы Украины. Но, несомненно, серьезное влияние на ход боевых действий этот шаг окажет. Уже сейчас появляются сообщения о том, что российская боевая авиация, которая применяется для ударов по позициям ВСУ и бомбардировок украинских городов, отводится на аэродромы, находящиеся вне зоны достигаемости вышеупомянутых ракет. В десятках российских городов, в том числе и удаленных от украинской границы, население сейчас знакомит с расположением бомбоубежищ на случай нанесения ударов. О нервозности российских властей говорит, к примеру, тот факт, что после удара беспилотников в Мурманской области, о котором я рассказывал вчера, сегодня в регионе был обстрелян легкомоторный самолет, который силы ПВО приняли за беспилотник. Газета Guardian сегодня сообщила, что Британия запрет на применение своих ракет по целям в России уже сняла. Напомню, что министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми и государственный секретарь США Энтони Блинкин провели переговоры в Киеве с главой внешнеполитического ведомства Украины Андреем Сибигой и встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским. И вот что Блинкин сказал на итоговой пресс-конференции. Россия все чаще наносит удары по украинским городам, гражданам, инфраструктуре с чудовищной жестокостью. А теперь Путин еще больше усиливает свою агрессию, приобретая иранские баллистические ракеты. Поэтому мы срочно работаем над тем, чтобы у Украины было все необходимое для эффективной самообороны. Среди прочего, мы обсудили дальнобойные ракеты, а также ряд других вопросов. Я собираюсь перенести эту дискуссию в Вашингтон, чтобы проинформировать президента о том, что я услышал. Это был государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкин, ну а министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем очередном выступлении фактически подтвердил вчерашние слова Дмитрия Пескова о том, что в Кремле считают снятие Соединенными Штатами и Великобритании запрета на удары их оружием по российским объектам вопросом уже решенным. И сейчас это решение якобы оформляется для публичного пространства. Лавров сослался на примеры Гитлера и Наполеона, потерпевших поражение при попытке напасть на Россию, и предрек то же самое Западу. О том, что эти возможные удары будут ответом на полномасштабную агрессию самой России против Украины, результатом которой уже стали гибель сотен тысяч людей и гигантский экономический ущерб, глава российского министерства иностранных дел Лавров упоминать не стал. Вот фрагмент его выступления на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины. Таково официальное название мероприятия. У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории Российской Федерации было принято давно. Сейчас его пытаются покрасивее, поприличнее, что ли, поизящнее оформить в публичном пространстве. Мы прекрасно понимаем, что Запад назвал эту войну против России экзистенциальной, цель нанести нам стратегическое поражение, но еще раз напомню, я уже делал это в нашем кругу. Еще раз напомню о том, что такие же цели ставили перед собой и другие великие деятели истории международных отношений, в том числе Наполеон, Гитлер. И не зря многие сохраняющие разум зарубежные политики периодически напоминают своим более ретилым коллегам о том, что эти уроки истории забывать будет губительно для них самих. Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. А Владимир Путин встречался сегодня в Петербурге с министром иностранных дел Китая Ван И. Путин сказал, что на саммите БРИКС в Казани в октябре этого года он планирует провести двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и попросил Ван И передать Си Цзиньпину привет. Многие обратили внимание на участие в состоявшихся в Петербурге переговорах бывшего министра обороны России ныне секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. Напомню, что в конце мая Китай вместе с Бразилией выступили за проведение новой конференции по Украине, которая по их замыслу будет устраивать как Москву, так и Киев. Совместный меморандум был опубликован по итогам встречи Ваны и специального советника бразильского президента Селсу Амарима. Китай и Бразилия выступили за, цитата, равноправное участие всех сторон в диалоге, подчеркивая, что переговоры являются, по их мнению, единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса. Кстати, этот документ стал первой подписанной Китаем международной декларацией по вопросу так называемой специальной военной операции. Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном сегодня интервью бразильскому изданию «Метрополиш» в довольно резкой форме раскритиковал бразильско-китайские предложения по урегулированию конфликта в Украине, назвав их пророссийскими и даже деструктивными. Зеленский также выразил возмущение тем, что с Украиной эта инициатива даже не обсуждалась. Давайте послушаем фрагмент его интервью. К сожалению, я считаю, что бразильско-китайские инициативы больше пророссийские. У меня был хороший разговор с президентом Луой и я думал, что он меня понял. Я был благодарен ему за встречу. Я был очень открыт, абсолютно открыт. Я хотел довести до его сведения понимание того, что происходит. Политическое примирение примирение в чем? Что значит просто сесть и поговорить? Я должен быть сильным, чтобы садиться и о чем-то говорить. Путин должен предпринимать шаги и показать, что он хочет окончания войны. Нельзя просто говорить «мы должны делать шаги друг другу навстречу». Как так? Он зашел, убил людей, захватил территорию, а теперь Лула говорит «давайте пусть они поговорят». Я мог просто поговорить с Лулой, потому что Лула мне не враг. И Бразилия с Украиной в нормальных абсолютных отношениях. И люди в Бразилии поддерживают народ Украины. Если бы Лула поддерживал нас, то он помог бы прекратить войну. И поддержка со стороны такой большой и имеющей такое влияние страны, как Бразилия, была бы больше. У Украины война с Россией. Вы либо поддерживаете войну, либо не поддерживаете войну. И если вы не поддерживаете войну, помогите нам ее остановить. Пусть Украина идет на компромисс. Какой компромисс? Отдать им свою землю? Забыть, что они убивают наших людей? В чем компромисс? Компромисс просто неприемлемое слово. Забыть убийство, забыть все. Поэтому я считаю, что это деструктивно. Фрагмент интервью Владимира Зеленского бразильскому изданию «Метрополиш». И в контексте обсуждения войны в Украине нельзя не обратить внимание на то, что председатель Совета по правам человека по президенту России Валерий Фадеев предложил вернуть всеобщий призыв в армию, который не предусматривает отсрочек по медицинским показаниям. Вот что он заявил и напомню при этом, что до начала осеннего призыва в российскую армию осталось буквально две недели. Некоторые скажут, вы хотите пушки вместо масла. Не будет пушек, не будет и масла. У меня тут позиция очень простая. Надо тратить на оборону столько, сколько надо для своей безопасности. Более того, я считаю, что нам надо армию увеличивать, нам нужно штатных военных увеличивать. Я считаю, что нам надо вернуться к действительно всеобщему призыву. У нас сейчас треть или даже четверть молодых людей проходит через армию. Я не призываю сейчас устроить мобилизацию и отправить молодых людей на фронт. Я прошу быть правильно понятым. Не об этом идет речь. Я считаю, что каждый молодой человек, независимо от его здоровья, если не очень здоров, пусть на кухне служит, не знаю, в штабе, писарем работает. Все молодые люди должны пройти через армию. Потому что мир находится в состоянии долгой войны. Посмотрите хотя бы на этого генерала. Все молодые люди. Я сейчас разговаривал с губернатором и он говорит, что здесь, в Белгородской области, с молодежью, со школьниками идет энергичная, интенсивная работа. Специальные из лагеря, то, что раньше называлось «зарница», школьники проходят через эту подготовку к службе. Это очень правильно. Говорил председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 12 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Громким заявлением отметился оправдавший российскую агрессию против Украины патриарх русской православной церкви Кирилл. Он предрек миру ни много, ни мало апокалипсис, но не из-за войны, а из-за искусственного интеллекта. Заявление было сделано на культурном форуме в Петербурге, где собирается выступить и Владимир Путин. Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания этих технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, но мы действительно входим в эпоху апокалипсиса. Если вера и нравственная составляющая будут ослабевать, то можно ожидать самых страшных последствий внедрения искусственного интеллекта. Мы приближаемся к апокалиптическому времени. А, собственно говоря, апокалипсис нам о чём говорит? Об этом и говорит. Всеобщее уничтожение, что такое апокалипсис? Конец света. Как, спокойный конец света? Нет, катастрофический конец света. Некая глобальная катастрофа. Она может быть только в том случае, если человек откажется от Бога и от нравственного закона. Когда исчезнет понятие нравственного поведения человека как личности и как общества. Вот почему религия и вера в Бога это не 25-й пункт повестки дня, а один из самых первых, если не самый первый. Это было заявление патриарха русской православной церкви Кирилла. В Праге начинает работу первая международная книжная ярмарка новой русской литературы. Она называется «Пражская книжная башня». На ярмарке будут представлены издания, выпущенные недавно «За пределами России». Она открывается сегодня с исполнения документальной пьесы «Последнее слово», основанной на выступлениях в судах осужденных в России за антивоенные высказывания, перепосты в социальных сетях и другую общественную деятельность, которую власти в России считают антиправительственной. Авторами являются сами политзаключенные, драматургическая обработка Юлии Мазуровой. Официально ярмарка откроется завтра, в пятницу 13 сентября. Начнутся продажи книг и журналов и выступлений участников, писателей, литературных критиков, издателей. Среди них Анна Берсенева, Наталья Громова, Виктор Шендерович, Александр Гаврилов, Максим Осипов, Томаш Гланс, Илья Барабанов, Валерий Бачков, Мария Макеева и многие другие. На стендах свои издания представят издательство «Медуза», «Мемориал», «Славянская библиотека Праги», «Русская традиция», «Друкарский двор» «Видим Букс», «Книга Сефер», с презентациями выступят редакторы журналов «Пятая волна», «Берлин берега», «Палладиум». Свою книжную программу представит и «Радио Свобода». Ну, а я беседую с автором концепции ярмарки «Пражская книжная башня» Александрой Вахрушевой. Как родилась идея проведения подобной ярмарки? Как удалось собрать такой, в общем, очень представительный состав участников? Идея родилась у меня давно и она долго зрела в моей голове, потому что я смотрела на то, что происходит. Появляются новые издательства и мы видим новую волну. Ее сейчас уже называют «Там издата». Это те издательства, которые выпускают литературу и книги, которые не могут быть изданы в России. Это те книги, которые пишут и издают и на агенты и прочее, 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 как их теперь называют в России. Поэтому делать некое такое общее место, где мы могли бы, во-первых, все встретятся, во-вторых, представить читателям бумажные книги. Хоть и считается сейчас, что современные электронные книги, и все читают электронно, но на самом деле все, что вокруг атмосферы бумажной книги, это объединяет. Это момент рефлексии о том, что с нами происходит, где мы оказались в этот момент времени. Это возможность вспомнить о нашей истории, о истории Солженицына, о том, как издавали книги Надежды Мандельштам, Марины Цветаевой, о той литературе, которая была также запрещена и неизвестна в России, и только благодаря тем издательствам, которые издавали их за рубежом, это наследие удалось передать следующим поколениям. Это такой важный момент, который, мне кажется, сейчас объединяет и авторов, и издателей зафиксировать это наше время, описать его и передать его дальше. Ну и, судя по всему, был отклик сразу на вашу идею, потому что, еще раз, я смотрю на список издательств, он очень большой. Спасибо большое за высокую оценку, но на самом деле это же мы возвращаемся к тому, что большая востребованность вот этого бумажного слова, печатного слова, о том, что сейчас происходит. И мы видим все издательства, издательство Freedom Letters, издательство Видимбукс, издательство Бабук Бариса Акунина, издательство Эхо-книги, издательство Медузы и так далее, и так далее, издательство Магазин Бабель. Нас много на самом деле, и мне очень было важно показать, что мы можем сделать нечто общее, важное для всех, собраться вместе, представить эти книги. Очень хочется надеяться, что это будет ежегодная история, пока сложно об этом говорить, потому что еще не провели, но когда проведем, мы увидим, насколько это действительно нужно читателям. То, что это нужно писателям, то, что нужно издателям, как вы правильно заметили, большой отклик показывает, что да, нам это нужно. Теперь мы хотим увидеть, насколько это нужно читателям. И не могу не спросить, как чешские власти отнеслись к этой идее, помогали ли они, или может быть пришлось преодолевать какие-то административные бюрократические препятствия? Административных и бюрократических препятствий преодолевать не пришлось. Я обратилась за поддержкой к известной группе депутатов чешского сената, это пратили свободного русско, и получила очень позитивный отклик. Они меня поняли, и они поддержали нас, и это тоже такой важный момент, ключевой на самом деле, в том, что ярмарка может состояться сегодня здесь, в Праге, в Чехии, и мы это увидим уже завтра. А сегодняшняя читка последних слов, она как бы предваряет ярмарку, потому что в программе ярмарки в субботу Любовь Мачина и Елена Филина, представители издателей «Фрэшн Верлак», будут говорить о своих книгах, одна из которых это книга «Последние слова», и эта читка, которая предваряет ярмарку, на самом деле очень важна именно с точки зрения синергии книги и современного театрального перформанса. Можем раскрыть содержание книги совершенно в другом ощущении, когда люди ее читают по ролям, и зал слушает и как бы принимает активное участие в этом процессе, то текст раскрывается совершенно по-другому, и поэтому подобные события в рамках книжных ярмарок всегда привлекают внимание, и это совершенно другое прочтение текста. И в данном случае книга «Последние слова» это очень эмоционально заряженный такой текст, тяжелый, это именно такая эмоциональная точка сегодняшнего дня. Моей собеседницей была организатор и автор концепции ярмарки «Пражская книжная башня» Александра Вахрушева. Ну и в заключении печальная новость. В Москве умер тележурналист-историк правозащитник Николай Сванидзе. Ему было 69 лет. В последние годы он тяжело болел. С 90-х годов прошлого века Сванидзе был ведущим общественно-политических программ на российском телевидении. В конце 90-х председателем ВГТРК. Он вел аналитическую программу «Зеркало» на телеканале РТР. С 2013 по 2022 год работал на радиостанции «Серебряный дождь», где также вел новостные исторические эфиры. До этого 10 лет был ведущим передачи «Исторические хроники». Он снял более десятка исторических фильмов. В ноябре 2022 года Владимир Путин исключил Сванидзе из Совета по правам человека наряду с другими правозащитниками и журналистами. Вместо них Путин добавил «Кто продвигает провоенную повестку в России». Николай Сванидзе был гостем эфиров «Радио Свобода». В 2021 году в программе «Лицом к событию» он принял участие в обсуждении решения Владимира Путина создать межведомственную комиссию по историческому просвещению во главе со своим помощником Владимиром Мединским. Цитата «В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории». Конец цитата. Эта комиссия известна также как комиссия Мединского. И вот что Николай Сванидзе тогда говорил. Я не могу сказать, что у меня много воспоминаний о той комиссии, в которую я, кстати, входил. Я согласен с Гене Павловичем, там состав совсем другой теперь. Там не только выведены представители Совет Федерации и Думы, выведены такие люди, как, скажем, Академик Пивоваров Юрий Сергеевич, дружно говоря, о вашем покорном слуге. И введены силовики. Вот. Это, конечно, меняет не только состав, но и меняет направление работы комиссии, несомненно. Вообще, силовики, которые занимаются историей, это у нас не впервые. Была знаменитая классическая максима графа Александра Хрисопорча Бенхендорфа, который, как известно, был замечательным кавалерийским генералом, героем войны 1812 года, а потом познавателем начальником третьего отделения его империарского величества личной канцелярии, который учил в тех историях, как нужно изучать отечественную историю. И он сказал, что прошлое России удивительно, настоящее более чем великолепно, а будущее превосходит то, что может позволить себе воображение самое сильное. Вот в этой максиме, казалось бы, первая и третья ее часть, они, наверное, наиболее бесспорны. Действительно, прошлое удивительно, а будущее он просто угадал, как в воду глядел, превосходит все, что может предиктовать воображение. Но главная часть этой максимы это вторая. Настоящее более чем великолепно. То есть, вот, по мнению графа Меткендорфа, с которым неизменно солидаризируется нынешняя власть, как Путин, так и Мединский. Самое главное назначение историков, это представлять прошлое так, чтобы настоящее было великолепным. Было даже более чем великолепным. Оно было более чем великолепным от настоящее Николая Павловича, оно было более чем великолепным при старине, истории, и вот это будет придерживаться комиссия, несомненно. Жестко бить по рукам, по головам, по прочим частям тела. Те, кто будет отходить от этой линии. Как они это будут делать за рубежом, я не знаю. Честно говоря, длина рук не хватит. А до нас с вами, так сказать, граждан Российской Федерации, длина рук хватит. Вот поэтому, конечно, это будет опасная комиссия. Идеология идет навстречу коммерческим интересам, а коммерческие интересы идут навстречу идеологии и вписываются в нее. И если это инициатива Владимира Мединского, то она была встречена на ура Владимиром Путином. Они друг другу очень понравились. Эта инициатива была ожидаема, по-видимому, а может быть, даже инициирована сверху. Уж кто там написал первое письмо, вверх оно шло или вниз, я не знаю, но, повторяю, коммерческие интересы вполне сообразуются с идеологическим. Противоречий никаких ровно. И это всегда так, в тоталитарных обществах, разумеется. Когда есть определенные идеологические рамки, коммерческие интересы в них очень удачно вписываются. Это был Николай Сванидзе, фрагмент эфира «Радио Свобода», архивная запись 2021 года. Ну, а закончу сегодняшний выпуск словами, который Сванидзе, почти не сдерживая слез, произнес 24 февраля 2022 года, комментируя начало полномасштабного российского вторжения в Украину. Я не знаю, почему это случилось. У меня нет ответа на этот вопрос. Я ищу объяснений и не нахожу их. Потому что мотива для того, чтобы именно сейчас перейти границу Украины, у нас нет. Я не вижу такого мотива. Украина на нас не нападала, не угрожала. Именно сейчас не собиралась вступать в НАТО. Ее собирались туда принимать. Я думаю, что в исторических учебниках именно так это и будет написано. Не мотивированное, не спровоцированное нападение. К сожалению, это так. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин-Южний». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».